Спектакль о любви матери и сына, о том, как каждая, наверное, из матерей вкладывает всё для своего ребёнка, чтобы он стал человеком. Обещание на рассвете – особенный спектакль в репертуаре Балаковского ТЮЗа. Важная тема взаимоотношений родителей и детей раскрывается через автобиографическую историю Ромена Гари, но каждый проецирует её на себя. Когда мы были детьми, мы не замечали то, что делают для нас наши мамы, наши родители, в принципе. То есть мы это воспринимали, в принципе, так и должно быть, как данность. То есть это само собой разумеющееся. И когда вот уже с прошествием времени, когда мы работали над спектаклем, я наблюдала за тем подвигом, это правда, это подвиг, который совершила эта женщина. И ты анализируешь свою жизнь, и что делала для меня моя мама, и, в принципе, для каждого из нас, и ты начинаешь по-другому на это смотреть. Постановка любого спектакля – дело сложное, ведь в нём важны все составляющие. Правильно подобранный актёрский состав, декорации, звуковое оформление. И здесь без поддержки трудно обойтись. Но Балаковский ТЮЗ в прошлом году выиграл грант от Балаковского филиала «Ао Апатит». В рамках конкурса «Творим добро вместе» и работа закипела. Это и приглашение режиссёра, это и полностью сценическое оформление, и костюмы, и декорации. То есть, в основном, вот полностью спектакль поставлен на эти спонсорские деньги. Над обещанием на рассвете работал молодой режиссёр из Москвы Максим Ладо. Он был участником творческой лаборатории в Балаковском ТЮЗе, и именно его эскиз стал в итоге полноценным спектаклем. Директор нашего театра Максим Потапов говорит, что не ошибся с выбором. Нам показалась это очень интересная тема для постановки, для разговора с молодёжью. Мы поставили спектакль, он вышел в октябре месяце, и сейчас вот идёт с большим успехом. И у нас на него полные залы, и мы его сейчас будем прокатывать по нашей гастрольной деятельности. Ещё один проект, который получил гранд-конкурс, называется «Продолжая традиции мецената Паисия Мальцева». На выделенные средства было отремонтировано крыльцо, выходящее из исторического особняка в Сиреневый сад. В летний период времени особняк пользуется особой популярностью у молодожёнов. И через данное крылечко молодожёны выходили во двор, фотографировались в саду. Крыльцо было в плачевном состоянии, оно разрушалось, требовало восстановительных работ. И Балаковский филиал «Апатит», конечно, очень помог и способствовал сохранению памятника. Организаторы конкурса надеются на активность неравнодушных балаковцев, готовых предложить интересные свежие идеи для лучшей жизни. Некоммерческие и общественные бюджетные организации могут подавать заявки в 420-й кабинет администрации в отдел по координации работы учреждений социальной сферы. Телефон 32 30 22. Приём заявок на конкурс «Творим добро вместе» продлится до 15 февраля, а его итоги будут подведены в начале марта.